всем доброго дня и хорошего настроения я сегодня приготовлю пирог с яйцом и луком тесто необычайно легкое подойдет для тех хозяек которые ну вот вообще не умеют возиться с тестом оно у них не получается это тесто поверьте мне получится у любой хозяйки я его уже проверила я его уже знаю поэтому советовать могу посоветовать и вам знаете мука она не всех хозяек любит и как бы мы не хотели побаловать своих близких какими-то пирожками ну вот не всем дается тесто по моему мне кажется что тесто это самый сложный продукт на кухне для хозяек ну что как говорят одна мучка до разные ручки это тесто для таких хозяек вот у которых она не выходит его можно не обязательно с луком и яйцом это тесто подойдет и для мясного и для рыбного и для капусты пирога с капустой единственно может быть на сладкие блюда он не подойдет а вот на такие вполне прилично вполне хорошее тесто пирог получается мягкий вкусный делала его вообще на праздник для гостей и все съели и даже не поняли что это тесто основа картофельное пюре давать много разговаривать давайте уже приступим к тому к оглашению ингредиентов что нам для этого пирога понадобится нам понадобится 500 грамм картофельного пюре лучше если у вас картофельного пюре будет скажем так вчерашняя вы приготовили на обед и на ужин и у вас осталось и не знаете вроде разогревать уже не так вкусно а вот для пирога само то дальше 50 грамм сливочного масла одно яйцо мука 300 400 грамм разрыхлитель сода моем случае может быть у вас другой разрыхлитель и немного натертого на мелкой терке сыра ну и для начинки у кого какая начинка будет у кого мясо у кого рыба у меня будет яйцо и лук приступаем к изготовлению к замески тесто выкладываем пюре хочу сразу предупредить что я буду ингредиенты брать в половину меньше мне не нужен большой пирог поэтому не смотрите что у меня пирог получится маленький обратите внимание что он будет два раза больше поэтому я взяла пюре не 500 грамм а 250 масло нам необходимо 50 грамм я возьму 25 я возьму одно из то размешаю и выложу в тесто всего лишь половинку вторую половинку я оставлю чтобы смазать пирог немного сыра любого сыра на какой есть доме натереть на мелкой терке на крупной и добавить в тесто ну и добавляем муку по рецепту написано 300 400 грамм это грамм 200 до стакан но вы смотрите сами чтобы она не сильно природ прилипала к рукам к скалке потому что мы его будем раскатывать много ну что приступим теперь руру ручками его мять тесто немножечко к рукам будет прилипать потому что картофель он все равно такой вязкий но нам нужно чтобы она чтобы она не сильно приставала к столу когда мы будем раскатывать ну вот я так рукой делаете видите оно не предстоит но когда вот так вот делаешь она конечно липкая а так в принципе нормально теперь его можно завернуть полиэтиленовую пленку пищевую оставить на полчаса минимум отдыхать можно положить сюда и накрыть полотенышком ну а пока отдыхает наше тесто мое вернее тесто я займусь начинкой у меня вот такой вот зеленый лук но как говорится что уж бог послал темы будем пользоваться да я забыла сказать про тесто достала соль и уже так прокручиваю себя что я же его не посолила но его солить не надо потому что мы посолили картофельное пюре до этого я подсолила немного лук и чуть-чуть его вот так приму так ну что начинку мы я приготовила тесто у нас постояло и начинаем его раскатывать не забудьте включить духовку чтобы она у вас нагревалась из него из этого теста можно делать как открытый пирог так и закрытый я буду делать закрытый пирог и в прошлый раз я тоже делала закрытый он будет немножко прилипать но главное чтоб нам к столу не прилипал делим его на две части одна чуть чуть побольше другая чуть чуть поменьше моем случае потому что я буду делать закрытый конечно у меня немножко движение неловки потому что у меня здесь стоит штатив и я каждый раз когда раскатываю тесто все боюсь чтобы его не рукой не столкнуть поэтому уж не обессудьте так тесто я раскатала теперь смазываю форму маслом растительным и перекладываю тесто если она в принципе хорошо держится в руках нормально не пристает аккуратно делать все будет вообще отлично излишки теста убираем когда смотришь профессиональных поваров у которых так все ловко получается думаешь нет у меня так конечно не получится куда мне до них ну когда смотришь простых девчонок на ю тубе где-то и понимая что у них все выходит все получается почему у меня не получится приготовить я не про видео я говорю про готовку а то бортики получились высокими нужно немножечко примять их кто не у ли не умеет залепливать вот так вот вилочкой свернули колбаской и вот так вилка вилочкой вообще отлично и красиво получается чтоб не прилипало в яйца смачиваем так что девочки нет ничего невозможного из чего можно было бы не приготовить красоту и теперь смазываем нашу красоту яйцом сверху духовка у меня уже нагрета и я убираю в духовку до готовности тесто так как начинка у нас уже готова я вам попозже скажу сколько он у меня простоял и до духовка нагрета у меня на сто восемьдесят градусов ну вот пирог испекся надеюсь мой рецепт вам понравится и пригодится ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а я с вами прощаюсь всем пока пока до скорой встречи ну а вот так он выглядит когда я его достала из противня смотрите какой пышный высокий получился